Ага, кто-то сел. Есть. Есть, есть хорошее. Друзья, всем привет! Как я вам и обещал, в этот раз мы выбрались на рыбалку за трофеями. Приехали на великую, могучую, большую реку Волгу, где живут здоровые сазаны и амуры. Основная цель, конечно же, амур. За моей спиной, где-то там вдалеке, вы можете видеть лагерь. Я думаю, вы меня слышите, потому что ветрище сильное, но камеру поставил таким образом, чтобы микрофон не задувало. Ветер дует, погодка прекрасная, облачная. Будем надеяться, это хорошо отразится на клеве и нам удастся поймать наконец-таки свой трофей. Но если вы это смотрите, значит нам что-то удалось. Так что усаживайтесь поудобнее, погнали рыбачить! Приехали на Невасике. Я тут пока ехал. Смотрите, что учудил. Думал по-сухому проскочить. В итоге вот такую клею нарыл. Пришлось отцеплять прицеп, но ничего, прорвались. Ромка отдыхает на стульчике. Здесь, значит, у нас стоят удочки. Поставили по четыре удилища. Я наконец-таки обзавелся четырьмя одинаковыми удилищами. Это от Nautilus K10. Удилища называются карповые. Обсуждали, кстати, с вами, ребят, на стриме, какие удилища взять. Многие топили за одну бюджетную китайскую серию, не буду называть их. Но в чем суть? Они у меня были, я даже на них ловил, но оставил их теперь дома. Потому что у них вот это кольцо входное, оно довольно-таки маленького диаметра, первое. И при забросе леска здесь путалась и рвалось. И так происходило раз, а то и два за рыбалку. Лишний раз вязаться на рыбалке – это такое себе удовольствие. Ну, плюс, конечно же, здесь удилища, они более легкие. Комель такой тоненький, я не знаю, сколько тут сантиметр, может быть, полтора в диаметре. Короче говоря, легенькие, удобные удилища. Катушки тоже везде одинаковые. Это дистанция фидер, шеститысячные катушечки. Было у меня две, сейчас вот взял еще две. Да, красота, красота. Так, что у нас тут еще? Ну, лагерь устроен таким образом, что здесь у нас две раскладушки, Ромкина и моя. И вот с таким видом на речку будем спать. Ребят, как вам? Ладно, еще попозже вам расскажу про монтаж, все покажу. Короче говоря, ребят, самое интересное то, что мы еще решили все это дело заснять под водой. Как рыба кормится кукурузой под водой. И сколько ее там. Сейчас закорм будем делать и заодно поставим подводную камеру. Стои здесь, Ромки. Стои здесь, Ромки. Стои здесь. Стои здесь. Ромки. Стои здесь. Продолжение следует... 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 Ага, сазанчиком небольшой не пойму. Ликарась даже, непонятно. Чайка врезалась, Ром. О, галавль. Галавль? Галавль, ага. Галавль. 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 это его тема да что то далеко этот улетел груз да ничего там не мелкий десятки нет да ну да 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 он устанет когда-нибудь нет рывки таких а вот сходит сейчас отдаваем тебя попробуем провести его да дернет конечно вот он я вот здесь вижу вот он тихо давай давай ром есть свершился 78 десятки нету ну и то неплохо офигеть четвертого номера крючочек да друзья мои скажу я вам вот именно за такими трофеями волжскими красавцами мы едем на рыбалку на волгу но согласитесь это настоящая большая рыбацкая удача поймать такого красавца всем привет ставьте лайки не знаю меня эмоции просто переполняют друзья мои кайф кайф будем надеяться это не последний время уже идет к вечеру может быть что-нибудь на вечерней зоречке удастся нам поймать так что продолжаем рыбачить сейчас ребят мы его попробуем взвесить просто интересно ходи эх ты блин да судьи 8600 короче 8600 как мне туда десятка ли трудно дается да среди обещал я ребят показать монтаж собственно говоря пришли к тому от чего начинали волосяная оснастка 3 кукурузинки вот такие вот крючок 4 номер с осами здесь скользящая трубочка и грузик 140 грамм поводок где-то сантиметров наверно 60 может и 70 черные у меня всех как у кочегара трудимся трудимся вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень интересно, какие там были подводные кадры Ну, надеюсь, что-то получилось заснять И вы это видели Но если не получилось, то еще обязательно получится Так что, до следующих рыбалок Всем добра Пока-пока До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин